Шесть часов и пять минут в Москве, у микрофона Игорь Максутов, как обычно в это время. Начинаем говорить о религии, о роли ее в нашей жизни. Если вы заметили, я так постепенно от непосредственно религиозной тематики смещаюсь в пользу каких-то общественных философских тем и идей, в том числе научных, о которых интересно говорить. Некоторые из них лежат непосредственно в плоскости религиоведческих исследований, какие-то в меньшей степени. Но я думаю, что постепенно мы даже как-то переместимся в какой-то более широкий формат. Вот сегодня, в частности, я хотел с вами поговорить о проблеме образования и того образования, которое связано с пониманием других культур, в том числе религиозных культур. Это в первую очередь религиозных культур. Те из вас, кто отправлял детей в школу, особенно младшего возраста, наверняка сталкивались с этой проблемой. И сегодня тоже все должны были столкнуться так или иначе. Это предмет, который называется «Основы духовно-нравственных культур и светской этики», который был введен в 2010 году в качестве эксперимента, а сегодня уже распространился фактически на всю территорию нашей страны. И школьники третьего-четвертого класса, то есть дети в возрасте 10-11 лет, сталкиваются непосредственно с этим предметом, их ему учат. И вот о том, насколько вообще необходимо детям говорить о религии, насколько вообще в школе нужно рассказывать о религии, о религиозной культуре, я сегодня хотел с вами поговорить, может быть, даже мы как-то успеем обсудить и преподавание религиозных предметов в высшей школе. В первую очередь знакомство, ну даже вот шире возьмем, знакомство с религиозными культурами. Должны ли люди узнавать в процессе образования о религиозных культурах? Давайте мы, собственно, по этой теме проголосуем сразу, я запущу голосование. Значит, если вы считаете, что да, детей нужно знакомить, в школе нужно знакомить с религиозными культурами, как мы пока оставим за скобками, но нужно им об этом рассказывать, то вы звоните 8495-134-2135. А если вы считаете, что нет, и, в общем, это пространство частное, религии пусть родители учат, а школа должна знакомить с светскими научными предметами, то вы звоните 8495-134-2136. Голосование началось. Да, я уже вижу первые результаты. Значит, еще раз, если вы считаете, что детей нужно знакомить с религиозной культурой, то вы звоните 8495-134-2135 в школе, детей знакомить в школе. А если вы считаете, что нет, и религия пространство частное, в школе ей делать нечего, то звоните 8495-134-2136. Дело в том, что европейская культура, которая, в общем, и России в значительной степени принадлежит, знает много разных примеров преподавания религии, и сегодня в самых разных формах она существует. В большинстве стран, в общем, в школах действительно есть предметы, которые знакомят детей с религией. Где-то они преподаются конфессионально, то есть приходят представители конфессий, или же есть какой-то конфессиональный компонент. Но в значительной части случаев преподается предмет, называемый религия или история религии, который преподается религиоведами, иногда представителями даже вузов, в отдельный такой кластер. Вот в Дании, в частности, такой предмет преподается в старшей школе. И детям рассказывают, что это предмет, с которым знакомят детей уже в таком серьезном как-то сознательном возрасте, сформировавшемся, когда дети могут обсудить некие культурологические особенности, где-то, может быть, даже поспорить относительно тех или иных догматов или религиозных представлений, чтобы уже внутри, пусть еще небольшого такого микросообщества, сформировать представление о ценности тех или иных идей, и в том числе сформировать понимание того, как вообще можно вести дискуссию. Ведь религия долгое время оставалась делом частным. И в культуре модерна, в культуре нового времени религия была вытеснена из общественного пространства, по крайней мере, из общественной дискуссии. Она оставалась предметом, не подвергавшимся сомнению, в том смысле, что она оставалась делом для частного выбора и частной дискуссии. При этом религия оставалась явлением общественным, то есть она в обществе присутствовала. Вплоть до сегодняшнего дня есть, скажем, церковный налог во многих европейских странах, и государство помогает религии, помогает религиозным организациям. Мы знаем, что это и в нашей стране происходит, и прямо, и не прямо через государственные компании, скажем. Но религия пользуется некоторой общественной поддержкой, при этом не является предметом общественной дискуссии. По крайней мере, так было до XX века, когда любое столкновение или, по крайней мере, дискуссия о ценности тех или иных религиозных идей, оно оставалось за рамками, оставалось неприличным. Не комильфо говорить о религии или обсуждать религиозные идеи, подвигать их к какому-то ни было сомнению. Сегодня это не так. Иногда это приобретает даже некие радикальные формы, когда, ну, как радикальные, приобретает форму такой атеистической пропаганды. Я в данном случае не имею в виду воинствующий атеизм. Я говорю, конечно, в первую очередь о публичной дискуссии. О том, насколько та или иная норма или то или иное представление соответствует политическому, общественному строю, насколько правомерно отвергать то или иное явление на основании религиозных норм и религиозных догм. Но так или иначе, религия является частью общественной жизни. Нравится нам это или нет, считаете ли вы религию пережитком или считаете необходимой основой духовного и нравственного воспитания, все равно она в жизни присутствует, и каким-то образом все мы должны получать о ней представление, при этом не искаженное медиа, не искаженное какими-то домыслами и слухами. Ведь часто и чаще всего именно эти искажения рождают религиозную ненависть или антирелигиозную ненависть, что, в общем, по сути одно и то же. То есть ненависть по религиозной принадлежности. Я не раз уже рассказывал в этой передаче о том, как рождались представления о христианах в Римской империи, как они на самом деле все те обвинения, которые выдвигались против христиан в первые века новой эры, они сталкивались, по сути являлись некоторыми искаженными, неправильно понятыми, переданными, слухами, чем-то увиденным и неправильно интерпретированным, и они рождали совершенно фантастические представления. Так же, как, скажем, представление о кровавом навете против иудеев в средневековой Европе рождалось из представления о том, что евреи крадут, убивают христианских младенцев, пьют их кровь, рождались из также искаженных, неправильно переданных, неверно интерпретированных средневековых ритуалов, которым в том числе пользовались и жители христианской Европы. И вот зачастую непонимание, незнание другой религиозной культуры рождает религиозную ненависть. Так же, как сегодня много неверных, неправильных представлений, мифов вокруг других религиозных традиций, ну, скажем, ислама. И в этом случае каким-то образом люди должны об этом узнавать. Но если не в школе, значит, должны быть какие-то общественные институты, скажем, музеи. Ну, вот в России есть несколько музеев истории религии. Один из них находится в Петербурге. Некогда он находился в Казанском соборе Санкт-Петербурга, тогда Ленинграда. И это был музей религии атеизма. Сегодня музей истории религии. И пока их недостаточно, чтобы как-то удовлетворить потребности населения. Ну, и надо сказать, что часто ли мы с вами ходим в музей? Ну, вот если честно, так к себе обратиться. А тем более, часто ли мы вводим туда детей? Своих детей. Ну, и главное, пока музеев этих недостаточно. Что еще может быть? Какие-то общественные лекции, публичные лекции, просветительские передачи. Ну, вот есть одна такая передача у православной церкви. Достаточно ли ее? Нужно ли выделять какие-то отдельные часы? Вот это я все с вами хотел сегодня обсудить. В том числе, обращаясь к опыту других стран, чтобы как-то с этими вопросами разобраться. Напоминаю, что я еще не буду прекращать голосование. Напоминаю, что мы голосуем, пытаемся определить, что вы думаете относительно присутствия религии в школе. 8, 4, 9, 5, 134, 21, 35. Если вы считаете, что религия должна присутствовать, и о религиозной культуре нужно рассказывать в школах, обязательно. И если 134, 21, 36, если вы считаете, что нет, и религия должна оставаться делом частным, и места в школе ей нет. Давайте звонок послушаем. Алло, здравствуйте, говорите в прямом эфире. Алло. Здравствуйте. Выключите, да, радио. Алло, да, хорошо. Значит, я категорически против того, что мы в школе преподавали какую-либо религию. У нас церковь отделена от государства. Поэтому, если церковь хочет, пожалуйста, воскресные школы, пожалуйста, свои христианские школы, пускай открывают на деньги церкви, но не на мои деньги, которые я плачу в качестве налогов, они будут. Им уже предлагали. В свое время, это было лет 5-7 тому назад, когда в уроке религии никто из них практически не пошел в школу. И начали вроде как переучивать, учить курсы переподготовки, учителей истории, астрономии и так далее, географии. То есть, что же они не идут в народ? Вопрос. Во-первых, это не так. Они идут в народ и идут в школу. Как правило, давайте на примерах. Я вам могу сказать. Я вам могу привести примеры. Какие? Конкретно школы, в которые они не пошли. Ну, а я могу привести примеры в школах, в которые священники ходили. Нет, ну что вы, мы будем сейчас с вами мериться с писком. Давайте принципиально. Нет, смотрите. Священники ходили в школы, и в регионах ходили представители других религиозных организаций. Часто школы сами не очень легко пускали все представители религий. Но, подождите, вы против, вот к вашему тейзу о том, что религии не должно быть, ни места в школе. А вы против любого присутствия религиозной культуры, преподавания религиозной культуры? Или против присутствия представителей тех или иных конфессий, религиозных традиций? Что вы подразумеваете под преподаванием? Ну, вот... Если это обзорные лекции... Так. Обзорные лекции... То есть, если это учителя истории рассказывают, или учителя, там, общества знания? Ну, они рассказали, что есть такое мифология, так сказать. Но это не вяжется с естественными науками. Ну, это не совсем так, это тоже можно проэкспрессировать. Хорошо, у меня есть две внучки, которым по 15 лет. Это не только мое мнение, это их мнение. Им попробовали что-то начать преподавать, они просто туда перестали ходить. Мы это, говорит, слушать не желаем. Понятно. Хорошо. А при этом, как вы представляете себе их видение и понимание, там, скажем, религиозного мира, религиозных культур? Если они не узнают о том, как вообще существует религия в общественном пространстве, как она эволюционировала, как она формировалась, как она существует сегодня, это не затруднит их коммуникацию с представителями, с теми людьми, которые являются носителями религиозного сознания? Нет, не затруднит. Как это не затрудняло коммуникацию, мою лично, с людьми других религий? И, ну да, религии. Ну, не знаю. Это не затрудняло коммуникацию. Хорошо. Ну, я поставлю все-таки под сомнение подобное утверждение. Спасибо, Михаил Иванович. Это, на самом деле, ведь довольно важная вещь. Так же, как мы читаем любую литературу или мы знакомимся с любой другой культурой, понимание ее выходит из нашего знания о ней. Без этого, в общем, довольно затруднительно коммуницировать. Ну, будем надеяться, что Михаил Иванович особенный такой человек. Ему удавалось, другим, может быть, нет. 8495-7373-9488. Алло, здравствуйте. Говорите, вы в прямом эфире. Алло. Ой, что у вас такое? Алло. Да, здравствуйте. Меня зовут Александр. Да, Александр. Я бы хотел отметить сначала, что я себя причисляю к верующим людям. Я православный христианин. Но также я считаю, что религия – это некоторая такая интимная часть нашей жизни. Поэтому в школе ее, конечно, создать нельзя. Но, если обратно в плане этой медали, дело в том, что образованный человек, который получил начальное образование или среднее образование в школе, он должен и обязан узнать основные постулаты всех основных конфессий. Соответственно, в школе в рамках, пусть будет предмета истории или какого-то предмета, все-таки основу каждой конфессии нужно давать. Пусть без каких-то оценок, пусть без какого-то перекоса, но образованный человек должен быть образован и в этом смысле тоже. Ну, а как ограничить список этих конфессий, вот эти основных конфессий? Вот каким образом? То есть, как очертить этот круг? То есть, скажем, вот православие войдет, а католичество, католицизм? Ну, я думаю, что можно взять основные мировые течения, как не православие, как христианство. И в рамках этого можно объяснить, что существуют разные течения, в том числе и православие, католицизм. И элементарно на пальцах самое основное отличие. Точно так же и ислам объяснить о том, что тоже есть разные течения. Ну, и, в общем, и так далее. Понятно. Ну, тут как раз основная трудность тем, чтобы определить, что является основным и в списке конфессий, и в списке основных догматов, основных представлений. Ведь, на самом деле, сравнение двух конфессий, скажем, католической и православной, вызовет некоторые трудности, поскольку все эти объяснения часто носят конфессиональный характер. Вот. Но позиция понятная. Действительно, если вы зайдете в книжный магазин в Европе, скажем, и попробуете найти, чаще всего вы найдете такую популярную книгу о так называемых мировых религиях. Правда, в отличие от России, где под мировыми религиями понимается всего три, термин «мировые религии в Европе» интерпретируется как «религии мира», то есть те религии, которые существуют на данный момент в мире, или «живые религии», «живущие религии». И вот среди этих живущих религий список будет самый разный. Скажем, где-то будет Вера Бахаи входить в этот список, а в России чаще всего ее клеймят как секту, поскольку это новое религиозное движение. Мы уже про термин «секты» говорили, отдельно на это восстанавливаться не буду, но поскольку Вера Бахаи довольно новая религия, то вряд ли в России она в такой школьный, скажем, учебник не попадет. То же самое касается каких-то религий, типа синтаизма или даосизма. И с этим возникнет существенная сложность, как нам очертить этот круг. Но вот сегодня в той логике, в логике того закона, который был принят, и вот преподавание, которое осуществляется для детей десятых, десяти, одиннадцати лет, входят так называемые традиционные религиозные культуры. Но, скажем, при этом преподается православие, но отдельного места для старообрядчества, которое, в общем, имеет большое важное значение для истории России и продолжает существовать, нету. Католицизма и протестатизма также нет. Он может присутствовать там в основах мировых религиозных культур. Вот. Этот список действительно является существенной проблемой. Как его очертить? И кто, главное, будет это делать? Представители конфессий, договариваясь определенным образом, или, скажем, религиоведческое сообщество, сообщество ученых. 8495-7373-94-8. Алло, здравствуйте. Алло. А, здравствуйте, Георгий. Да, да, Георгий, здравствуйте. Вот я тоже хотел подключиться к дискуссии, но сначала я хотел бы тоже возмутиться, что почему бюджет содержит, скажем, мавзолей. Так. Это вы в смысле религиозных нужд, да? Что мы обслуживаем? Да, то есть как бы это не нужно, извиня, почему за наши средства должны содержаться вот такое вот, скажем, обиталище. Это первое. А, подождите, а содержание храмов вас не смущает, что вот какие-то храмы поддерживаются государством? Вот как раз у меня нет смысла. Как памятники архитектуры. А вот это памятник архитектуры. Нет, вы знаете, это не только памятник архитектуры. А что это? Это, скажем, учреждения, которые позволяют жить гармонично некоторым, особенно некоторым, скажем, нуждающимся. Нет, все-таки государство, насколько я понимаю, поддерживает, не все храмы поддерживает, а поддерживает те храмы, которые являются памятниками архитектуры, поскольку их, в общем, большинство, если не считать какие-то новоделы, то это, в общем, в первую очередь, как часть культурного и исторического наследия. Ну вот, Мавзолей можно поддерживать точно так же. Ну, я понял, но мы, я говорю о религиозном аспекте. А насчет храмов, это же все-таки Россия, мы как бы должны поддерживать то, что осталось от наших клеток. Я, знаете, я ни в коем случае по поводу Мавзолея. Мне тоже кажется, что, в общем, это такая странная часть нашей истории, которую можно было бы как-то переместить, и совершенно не обязательно, и не место и на Красной площади. Другое дело, что это часть истории, такая же, как храмы. И, более того, многие храмы в центре Москвы пустуют. Они просто не наполняются, потому что и для этого нет. Можно я немножко уколю атеистов, потому что у атеистов представление, что вот то, что создано Богом, оно стоит на трех китах. А вот, естественно, наука копнула, и оказывается, не на трех китах, а на пятидесяти трех. Это к шучу. То есть, вот это вот, так сказать, как раз естественное направление познания человека, оно ушло в противостоянии церкви и сам человека. И поэтому это очень удобный, как говорится, для сатаны, скажем, этот самый результат. Да, ну вот, хорошо, спасибо. Это ваш религиозный взгляд. Мне тут пишут в сообщениях Ивора с людьми, принадлежащими к конфессиям, нужен какой-то особый способ общения. Ну вот, на самом деле, нужен, потому что, видите, как оказывается, между людьми неверующими, ну или, скажем, противящимися религии, и представителями тех или иных конфессий, может возникнуть явная проблема в интерпретации от тех или иных фактов. В частности, в определении того, как устроен мир. В прошлый раз мы говорили о том, как важно цельное представление об устройстве мира, но вот у людей с разным мировоззренческим фундаментом представление об устройстве мира будет совершенно разное. И, скажем, человек, незнакомый с религиозными идеями, тем более незнакомый с религиозной культурой современной, действительно может считать, что представитель религиозных конфессий воспринимает мир, как стоящий на трех китах или спорить с шестью днями творения, в то время как шесть дней творения в современной, скажем, христианской экзогезе интерпретируется вполне себе в соответствии с современными научными представлениями. Религиозный мир не стоит на месте. Есть люди, которые, протестантские фундаменталисты, которые продолжают отстаивать, ну и православные фундаменталисты, которые продолжают отстаивать шеста дней, в как шесть дней творения и вести летные числения от пяти тысяч какого-то года. Но все дело в том, что это не единственный взгляд на историю. Вот для того, чтобы с людьми, принадлежащими к разным религиозным и нерелигиозным культурам, кстати говоря, что тоже очень важно, и необходимо какое-то знакомство детей, школьников с религиозной культурой. На мой взгляд. Не хочу влиять на результаты голосования, хотя они, в общем, уже более-менее стабилизировались. Я даже думаю, что их можно остановить. Тем более, что скоро у нас перерыв на новости. Значит, ну, приблизительно поровну, хотя в пользу второго варианта склонялось больше людей. Значит, 42% считают, что да, нужно присутствие религиозной культуры, преподавать религиозную культуру, и 58% считают, что нет, это дело частное, и не нужно детям ничего об этом рассказывать. Ну, я присниюсь к первой части, то есть я скорее за то, чтобы религия присутствовала, но только очень важно пояснить, как. Потому что в моем вопросе, конечно, была определенная доля лукавства, поскольку присутствие религии, вообще преподавание религии нами может восприниматься как то, что священники, ламы и представители разных религиозных конфессий начнут приходить в церковь и проповедовать детям. В общем, я не вижу ничего плохого в том, чтобы дети так или иначе встречались с представителями религиозных конфессий. По крайней мере, ну, это некоторая напряженность должно снимать в принципе. Но, и надо сказать, что большинство этих людей очень приятные, милые и добрые в общении. Вот, но я скорее за то, чтобы различия религиозных культур преподавались детям, и знакомство, на самом деле, с представителями этих конфессий в присутствии педагога, это, в общем, на мой взгляд, практика вполне себе приличная и даже полезная. Вот, но в первую очередь, конечно, детям должны рассказывать люди, которые знают историю религии, понимают, как религия возникала, как она эволюционировала, какие существовали ранние формы религиозных представлений, в том числе, знают разные формы неверия, религиозного свободомыслия, вот могли рассказывать о всех тех видах представлений, которые мы связываем с религией, с религиозной. Ведь Мавзолей, в частности, тоже, в общем, религиозный объект, ну, такой квазирелигиозный. Говорили о разных формах гражданской религии. И сегодня есть объекты и символы, которые имеют религиозное значение, такие как флаг, герб, гимн, различные исторические места. И сегодня они возникают, скажем, в тех вещах, когда человек сталкивается со смертью и формирует новые представления. Скажем, вы же не удивляетесь, что на одном из федеральных каналов присутствует передача, где сражаются маги, колдуны и экстрасенсы. Вас же это не удивляет, и много людей смотрит. Вас не удивляет религиозная реклама, гадалок и так далее. Но рынок религиозных услуг. Они существуют. Более того, многие, вполне возможно, что многие слушатели так или иначе, или их родственники обращались к этому рынку религиозных услуг. Вот для того, чтобы в нем разбираться, его понимать, такой предмет, в общем, был бы крайне полезен. Ну и в том числе для того, чтобы снять религиозную напряженность, которой сегодня, к сожалению, очень много. Ну вот обо всем об этом продолжим разговор после перерыва на новости. Плюс семь, девять, пять, четыре восьмерка, девяносто четыре восемь. Присылайте свои вопросы, отвечу на них после перерыва. Никуда не приключайтесь. История религии. Продолжаем историю религии. С вами снова Игорь Максутов. Говорим сегодня про образование, религию. Ну вот, в первую очередь, про школьное образование. Отвечу на смс-ки, потому что тут накопилось вопрос. Плюс семь, девять, два, пять, четыре восьмерки, девяносто четыре восемь. Если есть вопросы, присылайте. На сайте также их можно отправлять. Значит, пишут мне так. Ивар, я немного слышал о секте езидов. Это тоже мусульмане? Или они самостоятельные? Правда ли то, что они поклоняются дьяволу? Или это не так, Алексей? Значит, вот на самом деле, для таких вопросов нужен школьный курс, скажем, истории религии. Или мировых религий, то есть существующих в мире религий. Нет, езиды никакие, никакому сатане не поклоняются. Мусульманские, христианские миссионеры их так описывали, потому что из-за некоторого совпадения в названии ангелов, которым такая довольно сложная, синкретическая религиозная традиция, неплохо изученная, на самом деле, из-за ее закрытого характера, вот, но из-за совпадения некоторых имен, или, точнее, сходства некоторых имен в пантеоне езидском ангелов действительно считалось, что и там говорилось о том, что езиды поклоняются сатане. Но надо сказать, что езиды, которые, скорее всего, являются курдами или принадлежат вот этой курдской ветви, преследовались мусульманами, преследовались в Османской империи, испытывали проблемы при Саддаме Хусейне, в частности, ну, вот в современную, уже в нынешней истории. И они, в том числе, добрались и до России, их общины зарегистрированы в нескольких российских городах, вот, они существуют даже где-то поблизости с нами, во Владимирской области даже была община езидов, вот, но сведения о том, что они поклоняются дьяволу, в общем, мягко говоря, преувеличены, по крайней мере, никто из исследователей, езидов, об этом, в общем, не заявлял. Это исключительно домыслы такие, миссионерские. Значит, знакомство для понимания необходимо, пишет Михаил Иванович, но это в Москве в школу придет батюшка, а вот в Афганистане придет проповедник правильного ислама. Нет, ну, в общем, на мой взгляд, нормально, если и в московской школе придет и мула, и неплохо, если придет, скажем, буддийский лама, и неплохо, если придет представитель, скажем, протестантской церкви, скажем, евангелической, и неплохо, если придет и представитель иудаизма. Это, в общем, должно некоторым образом снять напряженность, мне кажется, среди школьников. Другое дело, что мне кажется, что вот в том виде, в котором сейчас существует этот предмет, то есть он находится на стыке третьего и четвертого класса. Надо понимать, что начальная школа в логике современной системы образования это воспитание в первую очередь. Поэтому есть один классный руководитель, поэтому предметы так структурированы, а уже средняя школа это образование. То есть первые три класса должны воспитывать. Это некоторый вот такой переходный этап от детского сада, как бы от детства к такому юношеству. И вот когда человек приходит в четвертый класс, то это уже образование. И предмет как бы был придуман так, что он должен быть таким мостиком между воспитанием и образованием. На деле оказывается, что он и не воспитание, и не образование. То есть он либо воспитание, если учитель, который ведет этот предмет, верующий, тогда он будет проповедовать. И такие примеры есть. Либо этот учитель находится на вот, как Михаил Иванович подписался, продукт коммунистического воспитания. Если это учитель продукт коммунистического воспитания, то он встанет на атеистические позиции, и тогда воспитания никого не будет. Есть еще же проблема какая? Нынешний предмет устроен следующим образом. Там есть четыре блока. Первый блок некоторый общий, такого введения. Дальше конфессиональный, ну то есть не конфессиональный, а блок по выбору. Нужно выбрать из шести модулей, чего вы будете учить. Тогда ребенок идет в один из, группа как бы детей, которая является одним классом. Она разделяется на группы, то есть они разделяются по конфессиональному признаку. Либо православный, либо мусульманский, либо иудейский, либо буддистский, либо мировые религии, то есть культурологические, либо светская этика. Ну что в общем по сути как бы одно и то же. То есть родители говорят, мы не хотим, чтобы дети учили что-то одно. Но если они разделяются, то уже вы в этом маленьком детском коллективе сразу говорите, что дети, вы разные. Вот вы разойдитесь по этим разным моментам и учитесь отдельно. А потом в четвертом модуле их собирают. И вроде бы красивая и благородная идея на самом деле уже с самого начала говорит, что вот у вас есть это различие, но не внутри коллектива, а разводя их по разным комнатам, разводя их по разным классам. И вот тут есть действительно опасность. Знакомить детей с историей религии, приводя в этот общий класс представителей разных религиозных конфессий, ну это в общем довольно трудно осуществить. В некоторых регионах вы просто не наберете всех. Но если у вас внутри региона есть сильное мусульманское меньшинство и скажем православное большинство, сейчас «меньшинство» и «большинство» в кавычках, потому что мы не знаем о каком регионе идет речь. Где-то наоборот мусульмане будут большинством, православные будут меньшинством. То в этом случае нужно, чтобы они познакомились с тем и с тем, чтобы меньшинство не было неправильно понято и наоборот. Вот. Но в первую очередь, на мой взгляд, акцент должен быть сделан на историю религии, на то, как религия, например, эволюционировала, как она возникала, из чего она возникала, какие являются фундаментальные вопросы внутри религиозной культуры. Значит, «Здравствуйте, Ивар!» Мне пишет «Саш, объясните мне великий смысл исключения школьной программы астрономии и внедрения религиоведения». Саш, я за то, чтобы астрономия была в школе. Вообще, мне кажется, без астрономии сформировать цельное представление об устройстве мира невозможно, оно просто жизненно необходимо, астрономия нужна. И я скорблю о том, что в школе нет астрономии, но внедрение религиоведения в школе также необходимо. Знать о том, как люди представляли себе и представляют себе устройство этого мира с религиозных позиций, как оно отличается, что такое религия, как явление, общество жизни, явление культуры, также необходимо, поскольку она а существует и б продолжает играть огромное значение в общественной жизни. И более того, историю довольно трудно понимать без вот этого религиоведческого компонента. А часто учителя истории, для них это явление некое побочное, они не всегда знают специфику этого явления. Но я не считаю, что астрономию нужно заменить на религиоведение или наоборот. Мне кажется, оба предмета достойны своего места в школьной программе. Значит, будет ли передача про Санта-Муэрте? Может быть, и будет, если доберемся. Значит, неужели, кроме вопросов мировоззрения, людям не о чем поговорить? Если человек не в состоянии вести светский бесед, то путет лесом, чтобы не исповедовал. Понимаете, в чем дело? Если вопрос мировоззренческий базируется на какой-то определенной идеологии или идеологии, если он является носителем некоторых религиозных представлений, то интерпретация тех или иных фактов будет происходить через вот эту самую идеологию, через этот комплекс взглядов. И тогда это может вызвать откровенную рознь и неприязнь. Более того, если вы сталкивались когда-нибудь с новообращенными, с неофитами, то у людей год или два только находящихся в религиозной традиции, это первая тема для беседы, первая тема для дискуссии. Люди активно вступают в диалог как раз по поводу того, насколько правильно та или иная установка, исходя из собственных религиозных представлений. 8495-737-394-8. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Выключите приемник и говорите. Да. Добрый день. Добрый. Значит, все религии имеют явно совершенно одну и ту же основу исторического происхождения. Нет. Все. Нет, это не так. Вот это вот, если вам прочитали историю религии, вы бы знали, что это не так. Но исторически они разные, они в разном месте появились, у них разные представления, у них нет ни одного единого корня. Какое же оно? Ну, подождите, все события исторические описаны одни и те же самые даже имена. Нет. Это вообще не так. Какие же одни и те же имена, скажем, в буддизме и в православном христианстве? Они названы немножко по-другому, потому что одно и то же самое имя по-разному читается. Какие имена? Так же, как наши имена. Есть домашние, там, фамильные и так далее. Аналог Будды Шакьямуни в православном христианстве? Вот с Будды не знаю, как сравнить, но наверняка есть. Ну, возьмите, да возьмите кого угодно. Овалок и Тешвара, давайте, в православном христианстве. Аналог. Да нет такого. Я не знаю, откуда вы это придумали. Возьмите, купите учебник по истории религии, замечательный учебник религиоведения, выпущенный в Санкт-Петербурге, кафедры как раз религиоведения Санкт-Петербургского университета, прекрасно рассказывающий про самые разные религиозные традиции, нет у них ни одного корня, и более того, до параллелей мало где можно найти. Так что это вот вы заблуждаетесь, я, пожалуй, вас выключу из эфира. Значит, не обижайтесь, пожалуйста, но просто дальше разговаривать невозможно. Вот, смотрите, вот предмет истории религии помог разобраться с таким простым, понятным и важным фактом. Многие считают, что все религии говорят об одном и том же. Это не так. Религии не говорят об одном и том же. Да, у религии есть некоторые сходства. Часто они говорят о похожих вещах. Но, понимаете, это как заповедь не убий. Многие считают, что заповедь не убий является кроеугольной религиозной идеей. Это не так. Внутри религиозного мировоззрения эта идея может не быть главенствующей. Она может существовать внутри некоторых религиозных текстов, но она при этом может не быть основополагающей и абсолютной для религиозной традиции. Ну, скажем, если обратиться к иудейскому тексту, к тексту еврейской Библии, где, собственно, появляется эта шестая заповедь в Декологе, то глагол, который используется для отрицания убийства, он имеет совершенно определенное значение. Убийство с намерением. Ну, скажем, глагол убийства на войне будет другой. Поэтому, скажем, защита своего дома или убийство на войне не подпадает под эту заповедь. Такая возможная интерпретация. Значит, другое, казнь. Мы знаем, что внутри христианских стран казнь существовала, смертная казнь, я имею в виду. Но является это нарушением заповеди? В общем-то, нет, потому что апостол Павел говорил, не зря начальник носит меч свой. То есть, наказывать начальник обязан. Ну, точно так же, как и с воинами. Неужели вы думаете, что христиане складывали руки и не защищались и не убивали на войне? И поэтому это заповедь, которая требует дальше интерпретации. Также это касается множества разных других идей, которые мы сейчас пытаемся все друг с другом сравнять. Религии разные, они говорят о разных вещах, по-разному воспринимают ценность, скажем, человеческой жизни и понимают человеческую жизнь по-разному. И поэтому, ну, не говоря о том, что, скажем, рабство существовало на территории христианских государств и самых разных конфессий. Вот. Поэтому не стоит так легко религиозные традиции объединять и считать их едиными. 8495-7373-94-8. Алло, здравствуйте, говорите в прямом эфире. Алло. Да, выключайте приемник. Алло. Скажите, это говорит Москва, нет? Да, это говорит Москва. Вы знаете, у меня вопрос какой к вам. Давайте. У меня один. Скажите, пожалуйста, вы читали книгу Даниила Андреева «Роза мира». Нет. Все, вопросы больше у нас. Понятно, спасибо. Есть много других замечательных книг, которые я тоже не читал. Я так понимаю, что это была некоторая форма проповеди, обращение к тому, что вот, если бы эту книгу вы прочитали, то точно бы знали, как там мир устроен. Давайте другой из нас послушаем. Алло, здравствуйте. Алло. Скажите, пожалуйста, это говорит Москва, канал. Да. Что же вы все спрашиваете? А можно что-то в эфире сказать? Вы в прямом эфире. Передача? Я уже в эфире, да? Да, вы в прямом эфире. Я Александр Круглова, да? Мне 65 лет. Да. Москвич. Вот я три месяца просидел в электроуглях, это подмосковный город, 40 километров от Москвы, со внуком. Так. И вот я наблюдал дети, второй, третий, четвертый класс, которые ходят вот эти, на эти самые уроки религиоведения. Нет, 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 нет. Я даже не могу сказать, как ответить. Александр, стойте секунд. Они не ходят на уроки религиоведения. Им рассказывают, это уроки духовно-нравственной культуры. Я прошу прощения. Мне один мальчик сказал, я, говорит, ничего не могу понять, что там рассказывает, но мы, говорит, Бога изучаем. Это был первый, первого. А второй, одна девочка мне задала вопрос. Слушайте, а вот нам учительница на таком уроке сказала, что вино это кровь Господа, Иисуса Христа. А вот мой папа, когда домой папа приходит пьяный, его мама бьет, а он говорит, я же кровь Христа пью. Вы понимаете, вот вы очень хорошо говорите квалифицированно, но, видимо, все-таки тот предмет, о котором вы говорите, и в том объеме, он предназначен для, ну, может быть, студентов, там, я не знаю, первого, второго курса, каких-то филологических, но уж никак для этих детей несчастных, которые про кровь Христа вот таким вот образом спрашивают с вытрущенными глазами. Понятно. Скажите, вот у меня теперь такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот те практически, как сказать, ну, результаты, которые уже были получены в результате вот преподавания в младших классах вот этого предмета, ну, где-нибудь, хоть они анализируются, вот где-нибудь хотя бы они изучаются, что реально дети выносят вот такого возраста. Да-да-да-да. Потому что это катастрофа, это ужасно. Я вас понял, Александр. Спасибо большое. Спасибо за это наблюдение. Вы знаете, вот исследования результатов подобного этого эксперимента, к сожалению, вот по тем темам, по тем вопросам, которые вы говорите, нет. Есть исследование какое? Вот провели занятие, классы разделились на такой-то процент. Вроде там, оценки такие-то. Влияние на сознание и понимание религиозных предметов, оно, в общем, к сожалению, не исследуется. Я абсолютно согласен с тем, что для детей 10-11 лет этот предмет пока непонятен. В общем, знакомство с религией и понимание религиозных идей, если речь не идет о проповеди, потому что рассказывать в воспитательных целях детям о том, что там драться плохо, там пить, курить плохо и так далее с религиозных позиций, наверное, можно. Но это в этом случае люди должны находиться внутри религиозной культуры. Это им рассказывают родители, когда они посещают соответственно, скажем, какое-то культовое место. То есть они посещают церковь или мечеть и так далее. Для того, чтобы понимать религию, понимать религиозную культуру, конечно, перед детьми должны стоять мировоззренческие вопросы. То есть они должны сами для себя их каким-то образом формулировать. Это в подростковом возрасте можно было бы делать и говорить с детьми действительно о мировоззрении, о том, на чем оно базируется. И то, что вот первый звонивший нам сказал, что 15-летние дети, внуки, значит, не хотят ходить на такой предмет и он им не нравится, ну, им, собственно, такой предмет и не предлагается, к сожалению. С подростками говорить о разных видах мировоззрения, тогда, когда, скажем, рознь может носить национальный или религиозный характер, когда рознь может рождаться и ненависть может рождаться на ксенофобской основе, то есть на отрицание другого, непонимание другого. И тогда гнобить могут не только потому, что ты, скажем, мусульманин, но и потому, что ты православный, потому, что ты атеист и потому, что ты принадлежишь, слушаешь не ту музыку и так далее. Вот это различие очень важно. А знакомство с историей религии, это в том числе знакомство с тем, как эта рознь рождается и как она преодолевается. Проблема же здесь еще и с преподавателями, потому что религиоведение как раз, как академическая дисциплина, которая изучает религию, к сожалению, внутри государства не востребовано. Нет этого запроса. В условиях монопольной религии, в общем, или такого даже некого картеля, довольно сложно как бы сформировать общественный запрос на религиоведение. Было бы неплохо, если бы на самом деле выпускники религиоведческих кафедр имели возможность преподавать и как бы со стороны государства был бы запрос на то, чтобы они ввели такой предмет. Но, конечно, не детям 10-11 лет. Это не может быть воспитательный предмет. Он должен быть культурологическим, он таким и обозначен. И тогда бы это действительно способствовало и можно было бы изучать, как это влияет на состояние коллектива внутри общества. Кроме религии есть много разной культурологической всячины, скажем, искусствоведение, мертвые языки, астрология, графология. И что же все будет запихивать детские головки? Нет, астрологию не надо, потому что астрология как раз является предметом религиоведческого исследования. Они тоже можно было бы рассказывать. Мертвые языки это, в общем, скорее на любителя, а искусствоведение было бы неплохо. Ироки истории культуры, именно вот истории искусства, помимо просто культурологии, а вот именно истории искусства, умение читать разные произведения искусства, понимать, как искусство существует. В том числе, кстати говоря, и понимать историю эволюции искусства, того, как оно менялось, и в том числе формировать правильное понимание и прочтение современного искусства. Не отмахиваться от него, а уметь его понимать и читать. Меня тут Сергей спрашивает, пастафарианство, будут ли его учить в школе. Нет, Сергей, вряд ли его будут учить в школе. Надо сказать, что пастафарианство Это выдуманная религия, которая как раз сформировалась в ответ на идею введения преподавания креационизма в школе, когда один американец решил в шутку сказать, что вот у меня есть своя религия, она представляет сотворение мира макаронным монстром. И сделать специальное его изображение с двумя тефтелями и макаронами. И вот этот макаронный монстр, он и создал мир. И дальше сформировал некоторую такую квази-историческую модель, которую, следуя вот этому правилу, сказал, что если уж преподается креационизм, тогда я хочу преподавать свою религию пастафарианства. Дети должны о ней знать. Значит, давайте еще один звонок послушаем, если у нас есть время. 8495-7373-948. Алло, здравствуйте. Здравствуйте еще раз, Георгий. Я о необходимости религиозного воспитания, хотя бы, узнать историю религии. Почему? Потому что вот когда вне за 50, и вот когда в 90-х годах пришла свобода, скажем, от атеизма, то не все мои знакомые пережили это. Те, кто ударился в медитацию, вообще, вышли и в окно вышли. Не знаю, хотели вверх, а не хочу говорить дальше. Так, 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 так. Так, 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 да. Останавливали тричку, сломал руку просто. Вот. То есть медитативная практика, особенно для людей чувствительных, лучшая награда будет для них, это я в кавычке говорю, это сумасшедство. Вот. А монотеистические религии, они должны, они должны знать, школьники. Да, я понял. Хорошо. Спасибо за ваше мнение. Значит, вдогонку к разнице разных религий, нам тут пишут, религии ислама, иудаизма, и христианство, мне кажется, имеют одни корни и говорят о похожем. А вот буддизм, да, другая религия, пишет Алексей. Значит, Алексей, помимо этих четырех религиозных традиций, которые на самом деле разные внутри, то есть, скажем, иудаизм, христианство, ислам, внутри не представляют, то есть, они не представляют такого цельностного, сущностного единства. Если вот вы наблюдаете за новостями, то регулярно нам сообщают о терактах, которые происходят в мусульманских странах. Так вот, это одни мусульмане убивают других мусульман из-за разницы в религиозных представлениях. Поэтому, в общем, это, не говоря о христианстве, в общем, сколько католики убивали протестантов, а протестанты убивали католиков, но, в общем, не перечесть. Воины на границе, на Восточной Европе, между разными славянскими группами, тоже носили религиозный характер, не говоря о Югославии. Поэтому, в общем, они не такие уж единые. И как раз по стоку, поскольку они говорят некоторым, они говорят по-разному, зачастую возникают вот эти религиозные конфликты. Не из-за разницы обрядов, как многие думают, а из-за разницы сущностных представлений. Что касается того, что они похожи, да, они похожи. Они поэтому часто называются авраамическими религиями, потому что восходят к некому образу патриарха Авраама. Поэтому называются авраамическими, к первому библейскому патриарху. Но, в общем, на данный момент между ними очень много существенных различий. Но помимо, опять-таки, вот этих трех религиозных традиций буддизма, есть много самых разных религиозных конфессий и представлений. Не говоря о новых религиозных традициях, которые возникают сегодня. Да, давайте, может быть, еще один звонок успеем. Алло, здравствуйте, говорите. Алло. Алло, здравствуйте. Да, да, да. Раша дозвонил сюда. Да, давайте. Меня зовут Рамиль. Несколько секунд. Мне уже 31 год. Я хотел бы, знаете, сказать, что вот, ну... Да, Рамиль. Рамиль меня зовут. Да, 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 да. Да, да, да. Я хотел сказать, знаете, что вот в 8 лет я прочитал, значит, закон Божий, вот первую книгу, которую я прочитал. Это 8 лет мне было. В принципе, знаете, вот на, значит, этапе, вот когда я читал Ветхий Завет, да, вот, в принципе, там все понятно, вот, про, там, ну, и в потолок, там, Адам и Ева, Кайна Вит. Да, да, да. Вот, я думаю, что вот Ветхий Завет вот надо изучать в школе, да, вот, и также надо изучать, знаете, вот принципы человеческой сущности, понимаете? Я понимаю. Все, у нас нет времени, к сожалению, долго формулируйте. Значит, понимаете, я согласен с тем, что нужно в школе прививать какие-то основы нравственности и морали. Но если вот вы Ветхий Завет не в законе Божьем прочитаете, а откройте и прочитаете его как текст, то там очень много самых страшных вещей. И довольно страшных, и там, убийств, и наказаний, войн и так далее. Это, в общем, текст, который тоже требует отдельной интерпретации. Я бы не советовал, честно говоря, детишкам давать Ветхий Завет просто так. А знакомиться с той религией надо, и знакомить просто необходимо. Ну вот, пока это, к сожалению, происходит вне школьной программы, надеюсь, что когда-нибудь эта ситуация изменится. Продолжение следует...